Сочинские пляжи вошли в список образцовых. Перечень составило Министерство курортов Краснодарского края. Налог в пользу города. Эксперимент с курортным сбором стартовал и в Сочи. Но все ли знают, как правильно его собирать? Вырастил амброзию, готовься к штрафу. Сегодня об этом еще раз напомнили в администрации города. Дельфинари в открытом море в Сочинском морском научно-образовательном центре. Белухи и дельфины прошли адаптацию и готовы общаться с людьми. Экстренные службы Кубани переведены на усиленный режим работы. Об этом журналистам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых районах края ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Под особым вниманием Черноморское побережье от Сочи до Новороссийска. Там не исключают возможность формирования смерчей. Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. И в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям. Обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧАЭС. Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле. Соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание. Организовать информирование населения. По поручению губернатора специалисты будут вести круглосуточный мониторинг ситуации. Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 25 июля. После приема граждан основная работа для чиновников только начинается. Ни одно поручение губернатора не снимается с контроля, пока не будет выполнено. За этим следит специальное управление, которое напрямую подчиняется главе региона. Проверки по обращениям жителей проводятся по всему краю. Неважно, это крупный город или отдаленный хутор. Наши краснодарские коллеги посмотрели, как выполняются губернаторские поручения. Здесь любой удар, как последний, каждый гол решающий. Чемпионат мира по футболу, кажется, настолько зарядил этих мальчишек, что они готовы днями напролет гонять мяч. В поселке Прогрессного Кубанского района выстраиваются очереди в секцию по футболу. Туда уже набрали 60 человек. Очень много желающих заниматься футболом. В России бум футбольный. Сборная России удачно выступила. Все детишки стараются заняться футболом. А мы от тренировок, на что зависит, мы все будем делать, чтобы у нас дети росли и прогрессировали. Тем более, что условия для этого теперь есть. Спортивный комплекс с современным покрытием и всем необходимым оборудованием построили в поселке Прогресс после обращения местного жителя к губернатору. Кроме футбола, площадка рассчитана на занятия баскетболом, спортивной гимнастикой и тхэквондо. Этот комплекс один из 18 малобюджетных залов, которые строят на Кубани в течение последних двух лет. Их основная цель – развитие в регионе массового спорта. Мы соберем свою команду, будем теперь тут тренироваться, будем команду делать, собирать, чтобы команда получилась, чтобы так же ездить, играть. Именно жители небольших населенных пунктов чаще всего обращаются за помощью к главе региона. Проблема детского сада в хуторе Красное Кущевского района в масштабах края, возможно, и не кажется такой серьезной. Но для детей и их родителей старые окна оказались почему-то нерешаемым вопросом на уровне местных властей. Зданию сада 46 лет, а конные рамы тут не менялись. Зимой маленьких воспитанников приходилось дополнительно одевать в кофты. Было очень много дырок, сквозняков. Детки не болели, конечно, но простывали часто. Нам, как родителям, приходилось окна часто оббивать в зиму, чтобы не было таких больших сквозняков. Старые окна были по возрасту, наверное, как моя мама. На замену старых окон после поручения Венемина Кондратьева понадобилось всего два месяца. Дольше ждать решения проблемы пришлось в станице Новоалексеевской в Курганинском районе. Но там и вопрос технически куда более сложный. Еще в прошлом году река Синюха размыла опору моста, который соединяет две части станицы. Для безопасности движение на нем перекрыли. Те, кому позволяли автомобили, ехали вброд остальные, прокладывали дорогу там, где это было возможно. Через поля, по полевым дорогам, со стороны Урми заезжали, откуда только не заезжали. В связи с поломкой этого моста было отрезано где-то 450 человек жителей для переезда к краевой трассе. И скорой приходилось для того, чтобы попасть в район этого моста до жителей, необходимо было объезжать почти 6 километров. Новый мост спроектировали с учетом возможных паводков. Усилили нижнюю часть и раздвинули опоры, чтобы между ними легче проходила вода. Строительство перехода обошлось больше, чем в 2 миллиона рублей. Местные теперь шутят, что снова вернулись на большую землю. Это дорога жизни, это что кто сделал, это большое, огромное спасибо. Это нам прямо, знаете, чтобы машину не ломать, это я не знаю. Точно это прямо к жизни, вот это очень хорошо. Александр Иванченко, Юлия Кишинева, Игорь Хошобин, Эдуард Тараканов, Кубань-24. Состояние пляжей и набережных сегодня обсудили в краевой администрации. Этот вопрос Вениамин Кондратьев поднял на традиционном часе контроля. На совещании глава региона проверил, как исполняют его поручения. В разгар курортного сезона губернатор требует уделить особое внимание качеству сервиса, благоустройству и безопасности пляжных территорий. Однако нередко поступают жалобы, что доступ к морю закрыт шлагбаумами. И бывает, что за проезд необходимо заплатить. О таких случаях известно в Анапе, на Бугасской косе и на Ясинской косе в Приморско-Ахтарском районе. Для автотранспорта закрыт доступ и в поселках Ольгинка и Лермонтово в Туапсе. На вопрос, зачем там стоят шлагбаумы, у местных властей ответа не оказалось. Мне кажется, какая-то бесхозяйственность, если уж по-честному говорить. И шлагбаум должен быть, не должен есть, взымается плата, не взымается плата. Вообще-то вот такая кустовщина, если бы по-честному. Или кому-то выгодно, кому-то выгодно. Поэтому имели, непонятно что, лишь бы сейчас перелистнуть страницу и забыть. И все, чтобы по-прежнему осталось. Тогда от вас, именно от вас, я дожду четкого такого доклада по существу. А вообще в крае, коллеги, здесь, естественно, курортов должно быть. То есть, должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам четкий алгоритм режима и проезда, или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Также Вениамин Кондратьев поручил продумать концепцию придорожного сервиса. Это должны быть не просто заправка с магазином, а целые комплексы с местом отдыха для водителей и пассажиров. Ну и, кстати, сочинские пляжи вошли в список образцовых. Перечень составило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В списке 27 муниципальных и ведомственных пляжных территорий. Наибольшее количество сосредоточено в Сочи. Это пляжи «Бархатный сезон» и «Бридж-резорт», «Взморье», «Камелия» имени Мориса Тереза, «Приморский», «Ривьера», «Робинзон», «Роза-хутор» и «Чайка». Стандарты оформления пляжных территорий, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в едином стиле были направлены в муниципалитеты еще в прошлом году. Министр курортов края Христофор Константиниди отметил, что власти намерены распространять успешный опыт приведения пляжных территорий к единому облику на все прибрежные территории региона. Названы самые популярные у мужчин и женщин авиарейсы. В списке значатся и Сочи. Женщины чаще летают по курортным направлениям. Мужчины – в города, где есть предприятия с вахтовым методом работы. Об этом говорится в исследовании портала tutu.ru. Самым популярным среди женщин оказался перелет из Москвы в Рим. На втором месте маршруты Челябинск-Сочи и Москва-Тель-Авив. В мужском топе первое место занял перелет из Москвы в Душанбе. Второе место поделили перелеты из Екатеринбурга в Красноярск и Самару. Ни одного маршрута в дальнее зарубежье в мужском рейтинге нет. Налог в пользу города – одним из главных событий года в туристической отрасли можно смело назвать введение курортного сбора в России. С 16 июля эксперимент по внедрению платы за отдых стартовал и на территории курорта. Напомню, его размер составляет 10 рублей за сутки. И это минимальная сумма по сравнению с другими регионами. О том, как реагируют отдыхающие гости на нововведения, и как быть тем предпринимателям, кто еще не успел зарегистрировать свои объекты размещения, в реестре операторов курортного сбора, расскажем в нашем сюжете. Идея курортного сбора с первых дней вызывала много дискуссий. Многие ательеры переживали, что это может негативно отразиться на туристическом потоке курорта. Но на практике оказалось, что отдыхающие на курортный сбор реагируют вполне положительно. На протяжении четырех дней работы никаких нареканий к работе не было. Нашим гостям подробно все объясняем. Есть определенные льготные категории лиц, их порядка 19. Сотрудники службы приема и размещения все осведомлены об этом. И идет уже работа в текущем режиме. Сотрудники средств размещения с пониманием относятся к тому, что не все гости, прибывающие в отель, знают, как правильно платить налог на отдых. Как оформить курортный сбор? Сейчас в нашем городе взимается курортный сбор с каждого человека взрослого с 18 лет, причем от 10 рублей в сутки, начиная со вторых суток. Оплату мне нужно внести каждый день или я могу сразу? Вы вносите оплату за каждые сутки, за весь период проживания. Для гостей процедура оформления курортного сбора занимает не более пяти минут. Каждый гость при заселении заполняет анкету, в которой дает согласие на обработку персональных данных и оплачивает нужную сумму одновременно с оплатой за проживание в отеле. Всю подробную информацию многие отельеры размещают и в социальных сетях. Трудностей у нас не возникает, вопросов у гостей тоже не возникает. Так как все отельеры были заранее информированы о курортном сборе, мы старались через все социальные сети предупредить следствия потенциальных гостей и гостей, которые уже бронировали до ввода этого закона. В целом в летний сезон на прием гостей курорта работают более 1700 объектов размещения. Однако еще не все предприниматели успели зарегистрироваться в реестре операторов курортного сбора. Чтобы избежать административных штрафов, им нужно поторопиться. Я призываю всех, кто еще не успел внестись в реестр, максимально активизироваться. Подготовка заявки физически занимает не более 20-30 минут. При этом вы выполните требования федерального законодательства, краевого законодательства и будете работать в правовом поле без административных правонарушений и соответствующих мер вашей стороны. Каждого обратившегося в администрацию города предпринимателя проконсультируют и помогут грамотно оформить всю необходимую документацию. Все средства курортного сбора будут перечисляться на счет Фонда развития курортной инфраструктуры Краснодарского края и будут возвращаться в муниципальное образование уже из краевого бюджета. Сочи планирует собрать примерно 37 миллионов рублей. Это снизит нагрузку на бюджет города, который рассчитывается исключительно на его жителей. Эта сумма будет направлена на развитие курортной и рекреационной инфраструктуры для дальнейшей привлекательности и конкурентоспособности курорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». За бездействие собственникам участков, на которых цветет амброзия, грозят штрафы. Сегодня об этом еще раз напомнили в администрации города на специальном совещании. Амброзия – сильнейший аллерген и совсем скоро вступит в пору активного цветения. В конце июля – начале августа. Кроме того, этот сорняк иссушает и обедняет почву, забирает питательные вещества из земли. У амброзии очень мощная корневая система. Сорняк продолжает расти даже после скашивания. Поэтому самый эффективный способ борьбы с амброзией – вырвать корнем либо обработать химическими препаратами. В гостевых зонах проблем с этим растением в Сочи практически нет. Чего не скажешь о пустырях и некоторых частных территориях. Постоянная головная боль – это железная дорога, вдоль полотна которой произрастает. Амброзия и РЖД с трудом справляется с этой задачей. То же самое сетевые, где у нас автодороги, электросети, газовые трубы, где зона отчуждения. Она принадлежит этим линейным предприятиям. Эти предприятия и пригласили на совещание, чтобы рассказать о методах борьбы с амброзией и ответственности за ее распространение. А это крупные штрафы. Зашла речь и о борьбе с коричневым рамборным клопом, который наносит значительный вред плодовым культурам и целому ряду других растений. Работа в этом направлении не прекращается. Очередной этап обработки зеленых насаждений планируют начать уже в августе. Учительница, организовавшая поход и потерявшая мальчика, предъявлено обвинение. Напомню, в течение 10 дней в Сочи искали 13-летнего Владислава Коростелева. Подросток отбился от тургруппы в районе Бабук-Аула. Руководитель группы не оповестила о походе МЧС. У детей не было страховки и врачебного допуска. 13-летний подросток был найден на 10-й день погибшим. Причины смерти устанавливает экспертиза. Следственный отдел по городу Сочи предъявил 55-летней учительнице обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину женщина признала полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ну и к другим новостям. Россия вступила в Первую мировую войну ровно 104 года назад по старому стилю. Сегодня в Музее истории города Сочи вспомнили эту важную дату и подготовили урок-экскурсию, посвященную этой странице истории. В частности, рассказывали о сочинских героях Первой мировой. Героями можно смело назвать дворянскую семью Де Симон. Они еще с середины 19 века жили на территории современной Мацесты. Там и сегодня сохранилось историческое название – ручей Де Симон. Когда началась война, почти вся семья ушла на фронт. Отправилась на фронт Первой мировой и Алла Константиновна Де Симон. Она была вдовой Александра Де Симон и матерью 15 детей. Вот представьте себе, отправляется на фронт. Дело в том, что Алла Константиновна имела медицинское образование. Алла Де Симон окончила акушерские курсы в Санкт-Петербурге и всю войну помогала раненым, передвигаясь в санитарных поездах. Вот в таких же, как на этих фотографиях, которые вошли в раритетные иллюстрированные издания «Великая война в образах и картинах». Это, например, посвящено событиям 1914-1915 годов. Работали художники-иллюстраторы и работали фотографы, то есть военные корреспонденты, которые действительно наблюдали за ходом сражений, и вот их наблюдения вошли в эту книгу. Кроме того, на выставке можно увидеть и настоящую мину английского производства. Такими во время Первой мировой активно минировали Чёрное море. Все эти уникальные экспонаты находятся в постоянно действующей экспозиции Музея истории Сочи. В Кавказском заповеднике открылась вторая смена «Экадемии». Целью этой смены стало создание нового эколого-просветительского объекта «Тропой леопарда». Добровольцы из 10 городов России стартовали накануне на кордоне Гузерипль. За первый день они выполнили разметку и маркировку будущей двухкилометровой тропы, посвященной переднеазиатскому леопарду. На ней будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе. Для волонтеров будут организованы обучающие лекции и тренинги о правилах пожарной безопасности в заповеднике, о работе отделов науки и туризма на охраняемых природных территориях. Намечены экскурсии в Музей природы заповедника, на вольерный комплекс, посещение веревочного парка. Также запланирован трехдневный поход по одному из самых популярных туристических маршрутов на Фишт-Аштеновский массив с остановкой на приюте Фишт. Проект «Экадемия» реализуется при поддержке Минприроды России и приурочен к Году добровольца. Для участия в проекте было отобрано 12 пилотных природных территорий, заповедников и нацпарков. В их число вошел и Кавказский биосферный заповедник, где в начале июля завершилась первая смена проекта под девизом «Волонтеры сохраняют кавказские горы». Дельфинарии в открытом море в Сочинском морском научно-образовательном центре «Акватория» белухи и дельфины прошли адаптацию и готовы общаться с людьми. Сегодня наша съемочная группа вышла в море, чтобы познакомиться с новыми обитателями морского вольера. Вольер появился в «Акватории Сочи» в Олимпийский год. С тех пор там проводятся различные научные исследования. Этим летом завезли новых обитателей трех афалин и столько же белух. Ученые полностью погрузились в изучение жизни морских млекопитающих. Тем более белух привезли с северных морей и адаптируют их к тепловодному содержанию. Афалины местные родились в неволе, поэтому вольер в открытом море для них большая роскошь. Эти животные отлично чувствуют себя в таком вольере. Они быстро привыкают к человеку. Вот и я подружилась с Шерманом. У них хорошая способность к обучению, поэтому в будущем их будут использовать в развлекательных и образовательных программах. Шерман здесь герой. В период проведения Чемпионата мира по футболу он был сочинским оракулом и удачно предсказывал исходы матчей. Мы гордимся тем, что он успешно предсказал несколько матчей нашей российской команды, в то время как многие не верили в ее победу. Здесь на помосте стояли ворота, и Шерману на выбор предлагалось два мяча – красный и синий. Шерман выбирал мяч той команды, которая чувствовала, что она выиграет. Сами по себе дельфины Шерман и его подруги Ряба Илана игривые, а еще и тренировки три раза в день дают положительный результат. Вот так, например, они гостей приветствуют. Но любой труд оплачивается за старание и прилежность, а фолины получают рыбу. Их любимое лакомство, конечно же, черноморская ставридка. Белухи предпочитают селедку, но дают им и мента, и горбушу, так сказать, смешанный рацион. Туристы всегда с радостью наблюдают и фотографируются самыми активными жителями Черного моря. Это невероятные впечатления, особенно первый раз, когда я общалась. Просто эмоции на дни, на недели вперед. Ни с чем не сравнимое чувство. Супер. Главное для ученых – изучить в подробностях поведение и особенности морских созданий, их возможность помогать человеку при проведении работ на море. Повезет и школьникам, юным зоологам. Для них разрабатывают специальные программы посещения морского вольера и контактного общения с животными. К слову, обитатели научно-образовательного центра легко общаются и со своими сородичами. Те из морских глубин регулярно приплывают к своим братьям. Белух даже выпускают в открытое море, но они всегда возвращаются. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Королевский Сергей Радзе продлевает свои гастроли в Сочи. В этом году в новом шоу новые номера, новые животные. Настоящий замок на арене сочинского цирка, львы в Колизее и еще очень много других сюрпризов. Королевский цирк не спутать с другими. Ценители знают, шоу заслуженного артиста России и Грузии Геерадзе – это всегда высокий уровень. Если перья, то только фазани, если стразы, то сваровские. Артисты едва выходят на манеж, а зрители уже замирают. Роскошные костюмы дрессировщиков и акробатов сравнимы разве что с бразильскими карнавальными, напоминают фантастических птиц. В принципе, фантастическим в цирковом представлении Королевского цирка можно назвать каждый номер. На манеже сказочные сюжеты, в основе которых невероятные человеческие возможности. Поражают жонглеры, завораживают акробаты. А еще шоу Геерадзе – крупнейший по составу животных цирковой спектакль. Среди лам, носух, лемуров, кенгуру, яков, гиббонов, зебр и львов встречается даже пегас. Это шоу входит, наверное, в пятерку лучших цирковых шоу мира. Считаю, что городу Сочи несказанно повезло. И в так называемый «Красный сезон» приехала великолепная программа. И что самое главное, в этой программе очень талантливо сочетается и театр «Слово», и комические репризы, и балет. Королевский цирк каждый раз вызывает ажиотаж у зрителей. К слову, увидеть это шоу давно мечтают и в Монако. Принцесса княжества Стефания пригласила цирк Геерадзе в гости. Поэтому следующая остановка артистов Королевского цирка – юг Европы. Закончился чемпионат мира по футболу. В выходные дни мы видели в зале очень много наших гостей, нашей России, которые были у нас на спектакле и видели наш профессиональный русский цирк. И мы приняли решение, изначально это было запланировано, продлить свои гастроли и остаться на все лето в Сочи до 26 августа. Наши гастроли продлены. Мы вас всех ждем. Каждую субботу-воскресенье по два спектакля в неделю. Добро пожаловать в Сочинский государственный цирк на шоу Геерадзе Королевский цирк. Новое шоу длится почти три часа. И этот формат, уверен художественный руководитель и продюсер, именно то, что нужно взыскательному зрителю. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.